Музей интересной науки, музей истории, музей западного и восточного искусства. А про подводный музей вы слышали? Если нет, тогда пошли смотреть. Где скрыться от волны декоммунизации в Украине, погрузиться на 7-метровую глубину? Здесь все, что ностальгической душе угодно. Впрочем, об этом чуть позже. Подводные музеи – это не самый распространенный вид туризма в Украине, но зато популярный за границей. Основатель Одесского подводного музея Сергей Зятиков утверждает, что морская столица Украины просто обязана иметь такую достопримечательность. А для молодых дайверов – это отличная возможность изучить морскую фауну. Идея появилась с Крыма. Я работал немножко в Крыму в 2010 году. И там такое что-то подобное я увидел на мысе Тарханкут. Поэтому дайверам интересно было бы что-то, хотя бы что-то увидеть от водой. На морском дне можно увидеть якоря, фигуры знаменитых личностей советской эпохи в украинских городах. Их уже не встретишь. И мишени для подводного ружья. Первая статуя была погружена в 2011-м. И это был бюст Сталина. А вот материал, из которого изготовлены все экспонаты, секретный, говорит директор музея. Это его личное изобретение. Бетон, ну особый бетон. Я стараюсь, там уже моя формула, чтобы он не разрушался такой, чтобы он был более-более крепкий. Чтобы погрузиться на морское дно, не нужно никаких сверхнавыков. На месте вам все подробно расскажут и покажут. Главное – это внимательно слушать и запоминать язык дайверов. А с помощью компенсатора можно, нажав вот эту кнопочку, чуть-чуть приподняться. Или наоборот, упасть, спустить воздух и упасть на дно. Ну а также компенсатор очень удобен, если при всплытии. Мы можем находиться на поверхности, нахочая полностью компенсатор, мы можем находиться на поверхности воды без напряжения. Желающих посетить подводный музей более чем достаточно. Туристы приезжают не только из Украины, но и из стран Европы, чтобы познакомиться с подводным миром поближе. Туристы к нам приезжают постоянно, ежедневно, в сезон. Причем из разных стран приезжают. Приезжают туристы из Европы, приезжают туристы, которые погружались в Египте, на Мальдивах. Но им всем интересно также отметиться и в нашем музее. Более того, музей часто проводит благотворительные акции и погружает всех желающих бесплатно. На этот раз, к примеру, с подводной экспозицией знакомили представители общества глухих. Музей на Лонжероне – это не только летний досуг в солнечную погоду. Погружаться можно и ночью, и даже зимой, если вы не новичок. А на Новый год у дайверов особая традиция – опускать на одном музее новогоднюю елку. Кристина Черновалова, Константин Ищерет, телеканал «Репортер».